Всем привет! Это обзор помещения, где мы живем, в деревне Пай. Это дом, который сняли наши друзья. Нам тут выделили одну комнату, мы тут пожили чуть-чуть. Уезжаем завтра, друзья уезжают сегодня. Так, ну сейчас я вам все покажу. Все расскажу. Сними поперем. Так, вот Глеб делает электронные визы в Камбодию. Кровать, конечно, такая вот огромная, но типа двойная. Двойная кровать. Пробка, подарок из Африки. Так, там дворик с прекрасным видом на горы. Здесь сквозной проход. На горы. На горы. На горы, на горы. Сквозной проход к мотобайкам. А все сквозные. Куда хочешь, куда. Закрывать здесь ничего не принято. Это мой российский менталитет. Трепочек на революциях. Так, санузел вот такенный. Так, ну что, унитаз. Уже помывка. У нас в доме 4 сантира. Пойдемте оставим. Сейчас, сейчас. Один покажу, что для начала, а потом все остальные. Так, вот эта херня, короче, которая греет воду, греет воду вообще, ну не знаю. В общем, у нас темно. О, еще у них свет включается. И вот это должно еще, но у вас не работает. В общем, это штука на холодную воду здесь мыться прохладно все-таки, потому что она очень холодная. Такая, как в Бангкоге холодная, комфортная температура купленения. Вот, как же, либо холодная вода, либо включаешь обогреватель, он на газу. Включаешь обогреватель, бьется такая, так сказать, ну не кипяток, но некомфортно горячее. То есть, либо некомфортно холодная, либо некомфортно горячее. Какой-то середины там еще, ну не было. Вот. Комфортная и холодная, и горячая, я хожу, тут хочу сказать. Ну, здесь все замечательно, как бандичка льется. Контрастный душ принимать очень приятно. То есть, не надо там, ну в общем, все отлично работает. Ну, кто, как горбунка, как он читал там. Под йогуртом. Чем под йогуртом? А, ну да, наверное, под йогуртом. Кушайте йогурт, это полезно. Да. Да, Миша? Да? Да. Пойдем. Вот так выглядит сам дом. Целиком, он двухэтажный. Вот такой вот вид от него, из него открывается. Горы, подоемчик. Вроде как рыба даже есть. По этой дороге там, не знаю, раз, раз, два часа кто-то проезжает. В основном, восемь процентов времени, там, не знаю, даже 90-95 процентов времени никто не ездит. Только спокойно. Привет. Привет. Как? Нога? Все, все, отлично, тайская медицина. Так, вот дом с верандочкой. Кто-то нам подбросил виски. Беломор тоже не наш здесь. Вообще, ужас. Я скажу, есть двойная раковина, отлично. Есть газовая плита. Двойная тоже. Вот и двойная, да. О, она офигенно жарит вообще. Жжет, она жжет от скидки. Жжет, да. Вот. Если вы пойдете, ват будет жечь так же. Холодильник. Холодильник. Вот столько яиц остаются, короче, хозяевам. Ой, и два пива, кстати, смотри. Это и Глебу с тылечил? Да, это надо забавить. Да оставь, мы же остаемся. А, ну блин, главное, чтобы он их не ехал. А, это? Эта штука мы что-то даже не включали. Какая-то, какая-то гриль или еще что-то пошло. Это Глебу хорошо, что вы не дали, а то мы... Еще один толчок, но он такой же, как у вас, поэтому... Ну я бы не сказал, что толчок, а... А он в 10 свет включается только. А полотенце в эти чьи вообще? Ну, уместное. А, то у нас там лежит такой. У вас такой же, да. А у вас тоже такой же этот нагреватель воды? Опять-таки проход на улицу. Опять-таки наши мопеды. Не, не пойду, у меня сандалий с той стороны стоит. И что там? А, сейчас тебя будем снимать. Да, потому что тут же тоже проходят. А, блядь. А туда? Туда тоже можешь зайти. Что ты на меня сейчас коляску сверху сбросишь? Да. Это будет эпичный кадр. Русу туристу. Заходи вот по этой лестнице. По той? Ну давай. Я хожу босиком по камням, и не очень приятно. О, гикончик убежал. 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 Уже третий по счету. Все то же самое, да? Да, все то же самое. Все то же самое. Вот. В общем, да. О, тут симпатичный. Ну, что-то, вот знаете, все. Две спальни, да? Слушай, а почему как-то странно так? Две спальни через такую перегородку? Ну, вот. Это очень странная загадочная вещь. Вот эту вот, короче, ну, смотри, здесь вот лестница. Очень крутая. Гадать на первый этаж. Вот. И, как бы, мы специально вот эту штуку для нас сделали. То есть, вот эту загородку. Просили у меня, да? Да, и вот эту еще. Вот эту все хреню. Чтобы дети не попадали на пол. За бесплатно, да? Да. Так, санузел. Да, да, да. Вот последний, четвертый толщик. Толщик. Ты даже табуретку установил. Ну, я знаю. Так. А. А, то что? Вот, вот, наверное, еще хамни. Ну, что, вам коляска не нужна, что ли? Нет. Да это и не наша вообще. А где вы ее взяли? Это соседи уезжали, нам также оставили. Мы сначала думали продать, отдать кому-нибудь. Но никому он не надо, поэтому придется ее посуду передавать. Не, ну а что вот эти рюкзаки ты таскаешь, я так взял на тележку, погрузил. Хоть не надо. Так, закрываемся. Так, балкон. Так, телевизор у нас в комнате, два телевизора, это один ваш, да? А, из этой комнаты? Ну, из нижней, наверное. Из нижней, наверное. Хоть что-нибудь на русском показывать, нет? Нет, на русском нет. Вон, а вот там вот, вот там, будет обычно сидеть, но сейчас его нет. Гуси, гуси, га-га-га. Нет, это так, надо тут очень... В общем, там, в принципе, соседи у него есть, самый дом, ну, точно такой же. А вот тут, кстати, бамбук, по-моему, да? Да. Вот, ян-то бамбук. Так. Вот, опять-таки, озеро, вид на горы. Что, ну, тут вообще шоколадные, что-то? Да, вот этот стол я сначала сидел, работал за ним здесь, ну, истыкал в горы, но потом, когда начались каждый день дожди, то у меня тут прикольно стало. Ах, каждый день дожди, да ладно? Да, ну ты что, ты же видел сам. Ой, ну они такие, ну, полчаса прокапает и кончается. Но, тем не менее, вот комп залить здесь успеется. А, ну... Поэтому нафиг. Здесь крыша такая, ну... Да, крыша-то нормальная, но если с ветром, дождь, то, видишь, он прям раз, и сюда все заливает. Ну, высоко еще. Кто там? Кто-то возится, да? А вот эти, что за бунгало, там тоже тут живет, или как? Да, там вот в одном из них тетушки живут, в дальнем. Тетушки, которые... Наши тетушки? Да. Вот, а в остальных никто не живет, и вообще в них никто не жил. Вот за все время, пока мы тут тусили, здесь как бы, кроме нас еще один раз был какой-то человек. Сирёг, мне нужна твоя мобилка, мне номер не нужен, я убью. Что, тебе номер сказать? Да. Или мобилы тебе шулять не буду, конечно. Угу. Вот так и живем. Диктуй. Диктуй. По-моему, здесь очень шоколадно. Вот этот вот момент с двумя спальними, он какой-то вообще спорный. Так, спускаемся вниз по крутой лестнице. Так, ну и первый этаж мы уже снимали с кухни. Так, пуфики в комплекте. Так, ну и главный вопрос. How much? А? How much? 11. 11 тысяч в месяц, вы снимали на 3 месяца? Да. Грубо говоря, в low season, да? Да, в самый-самый low. А в high season не спрашивали, сколько стоит, нет? Не знаю, не спрашиваю. Лонетненько. Так. Раньше, на самом деле, здесь что было? Раньше я по booking.com смотрел, здесь был домик на 4 номера. То есть, вот один, второй, третий, четвертый. Поэтому такая странная архитектура сверху. А вот здесь вот бывает лестница, вот еще сюда такое же крыло лестницы. Так, это вот код был в тот номер. Все, поэтому 4 кода. Наш номер вон там, в нашей комнате, точнее. Ну и у таких вот сколько, три одинаковых домика. Да. Вон там за воротами бассейн, 50 бат в день. Мы за 5 дней ни разу не скупались. Ага. А не в бассейнах счастья. Вот это дом хозяина, я так понимаю, да? Ну где-то тут один из, я не вообще понимаю, где он лежит. Вот здесь вот, вот по этому бунгало. Так, вот по этой дорожке, и вообще по этой полянке с утра ходит девушка. Вот из этого домика, наверное, тайская. Ну и так, подметает, убирается. В общем, она молодец. Я ее снял, мы ее потом сюда ремонтируем. Чуваки, вот это плюс вот это стоит 11 тысяч бат. Но это примерно 11 тысяч рублей. Можете потом посчитать там чуть-чуть больше, короче, 11 тысяч рублей, но не суть важна. Делайте выводы. Доброе утро. Так, это наше последнее утро в деревеньке Пай. Дядя Сережа нам сейчас приготовил еды. Да? Еды при... О-о-о-о. Так, нам оставили просто херу тонну жратвы. Вот, я это кое-что наковырял. Тут картофан, в общем, не знаю, такой, конечно, не тайский нифига. Завтрак, но не выбрасывали же продукты-то. Ничего себе не выбрасывать. Ой, блин. Ну и так, как бы, дофигища продуктов. Не выбрасываем, оставляем хозяевам. Вот не наши. Ну, не наши. Ну, песка, да. Не, такое, вот такое. Вот, короче, ну и что, картофан с морковкой и с луком. Сосиски какие-то нашлись. Сосиски, кстати, местные. Вот тебе. Все местные. Ну, и все, что-то грешит. Ну, и еще, короче, нашел он редьку здоровую такую, не знаю, по-моему, это редька была такая, размером с огурец. Ну, вот, ну и огурец размером, размером с рецептечку. Да, еще нет, это огромная штука. Ну нет, майонез вообще больше. Можем свекать майонез сюда. Ну и все, лук, короче, не пригодился один. Нет, пригодилась. Было бы сковородка побольше, что 2 маленькие сковородки, не знаю. Ананас, манго. Я думаю, мы это умножаемся. Так, вот. Окей? Угу, окей. Меч с табакой. Даже не зашло. Элефант щит налили. Вообще, бензин кончился тут у него, а у меня-то еще, у меня-то еще было, короче, да и Чанг Майя бы хватило. Потому что я говорил, надо заправиться перед поездкой. Что-то как подозрительно, но полный бак в пае стоил 150, что-то там, 130-150, 180. Можно еще долить. Долитил? Бабуль, краев не видит вообще. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. О, держится, наверное. Так, бензин у нас есть, оранжевый какой-то, зелененький и желтенький. У нас зелененький, почему-то. Это просто закручивается, да? Да, да. 44 на 3, 32. А, в принципе, нормально, нормально. То есть, я думал, что-то как-то низкие цены какие-то, потому что нам что-то не того заливало. Я просто хотел показать дорогу. В общем, разлобанная. Давай по шлем прикреплю ее. Да ладно, я нормально все будет. В общем, разлобанная дорога, сейчас будем пробираться на водопад. Мы походу рано свернули с тобой, слышишь? Ну вот, видишь, дорога более качественная ее, думаю, рано свернули, наверное. Ну ладно, поехали. Посмотрите, какие виды вообще, а! Субтитры сделал DimaTorzok. Опасный момент. Почему-то бедная водопадами всего три штуки. На одном мы были, но слабенько. По сравнению с Качанковским водопадами слабенько. Ну, на мой вкус, конечно. Еще до одного водопада надо идти пешком 7 километров. Нам что-то не улыбается, вот. И вот это вот еще один водопад, один из трех. Который мы сейчас оценим и окунем наши задницы туда, наверное. Если там будет такая возможность. Будем сейчас. Поехали. 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 И так мы прибыли на водопад. Вот Yentot вот водопад. Памбок ватов холл. Вот сампай. Мы живем вот здесь примерно. примерно и нам скорее всего вот туда куда-то только эти не знаю что качанге выходили там не знаю там по полчаса на них водопадки под поздними тропами надо карабка целомиться сквозь джунгли там держать за веревки там заходить как пропастью посмотрим если будет так же эпично так ну вот идем на водопадик дорогой не простой сказал да про 2 парень а 2 кипарей Прокатили сейчас двух кипарей. Наркоман поди. Да да, с дредами. Какой вид чума. Какой вид чума. Какой вид чума. Да, водопад будет вообще неплохо стукнуться. Видишь, что ни разу не тупались. Видишь, что водопад? Нежный. Водопаду. Прокатили. Незоверно пож === Отości. Правильно. В Contact. Водопад Полезай к водопаду Я не ожидал Смотрите продолжение в следующей серии 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 Попытка номер два Смотрите продолжение в следующей серии 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 за 첫operение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует... 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 Серега, посмотри, горит, хоть работает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Едем в Байр-чанбай Ехать будем, наверное, часа четыре Дорога чудесная Бывает петербург Едем в Байр-чанбай Ну так, да И вот так вот Право-лево-верх Смотри Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok